34 Сегодня в честь Великой Победы Советского Союза над фашистскими захватчиками Отдавая дань памяти всем, кого коснулась эта страшная война, танки Т-34 Вне конкурса примут участие в первом заезде танкового пиатлона Друзья мои, давайте громко аплодисментов, поприветствуем экипажу танков Итак, экипажи готовятся занять свои позиции на огневых Дорожка, цвет танка обозначен флагом на левом фланге на четвертой огневой дорожке Танк с синим флагом с надписью на башне освободитель На третьей огневой дорожке танк с желтым флагом с надписью истребитель На второй огневой дорожке Представлен фланг танк с флагом красного цвета И с надписью на башне Кантемировец Ну а на первой огневой дорожке экипаж танка с зеленым флагом И с надписью на башне Дмитрий Донской Итак, несколько мгновений остается до начала заезда Экипажи пройдут реальную трассу танкового пиатлона Но немного она укороченной версии Но тем не менее, сейчас будет представлена реальная боевая стрельба Показ ходовых возможностей Преодоление препятствий конкурса танковый пиатлон Друзья мои, я прошу всех поддержать Экипажи танков представлены Все экипажи танков представителями 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Итак, несколько мгновений до старта экипажей танков Т-34 Танк Т-34 признан военными историками лучшим танком периода Второй мировой войны Его технические характеристики и особенности конструкции давали огромное преимущество в бою Можно сказать, что наличие на вооружении Красной армии этого танка во многом определило исход многих битв в Великой Отечественной войне и ее результаты в целом У противника танк Т-34 в годы войны вызвал, мягко говоря, шок Абсолютно уверенный в своем техническом превосходстве Они не ожидали, что в нашей стране могла быть построена такая совершенная машина Главным конструктором танка Т-34 был Михаил Ильич Кошкин, начальник Харьковского завода Это был энергичный и талантливый человек Зимой 1940 года он устроил пробег двух опытных экземпляров Т-34 из Харькова в Москву При этом Кошкин сам сел за рычаги В марте эти танки были показаны Иосифу Сталину И в итоге приняты на вооружение Красной армии Ну что, друзья мои, главный судья конкурса танковый биатлон дает старт И начинают движение танки Т-34-85 Друзья мои, впервые в истории танкового биатлона Ну что ж, давайте подержим гром аплодисментов И сразу же экипажи ожидают первое непростое препятствие Как сами танкисты его называют «змейка» Участок маневрирования нужно преодолеть это препятствие Не задев ни одного ограничительного столба Итак, ведут 32-тонную машину Механики-водители прославленных боевых машин Все члены экипажа, друзья мои, представленных танков Являются потомками ветеранов Великой Отечественной войны Командир танка-освободитель Старший сержант Евгений Фатеев Правнук старшего сержанта Василия Андреева Фатеева Механика-водителя, участвовавшего в освобождении Ленинграда Награжденного медалью за отвагу Ну что ж, довольно-таки быстро справляются экипажи загрузкой боеприпасов Три мишени будут предложены для введения боевой стрельбы Ну и посмотрим на результативность Друзья мои, это настоящие танки Т-34-85 Именно такие танки применялись Красной Армией В завершении Второй мировой войны, начиная с 44-го года Итак, экипаж Дмитрий Донского завершает загрузку боеприпасов И по докладу главного судья конкурса Начинает движение и выдвигается на участок ведения огня По мишеням номер 12 Еще раз напомню, боевая стрельба будет вестись По мишеням номер 12 на дальностях 600, 700 и 800 метров Впереди экипажи будут ожидать еще одна огневая задача Боевая стрельба из пулемета, но это будет немного позже Итак, все экипажи занимают огневые позиции Ну что ж, кто первый будет готов вести боевую стрельбу Кто первый получит команду на открытие огня Узнаем уже через несколько мгновений Итак, мишени стоят и первым открывает боевую стрельбу С третьей огневой дорожки попадает Блестяще справляется истребитель Это желтый танк, друзья мои Итак, все экипажи танков начали стрельбу И мы видим, что разлетаются стеклянные мишени В принципе, все сейчас И зеленая мишень на правом фланге И желтая Это мишени на дальности 600 метров Еще две мишени Итак, пока на инфографике мы видим результат Введения боевой стрельбы Еще один выстрел За выстрелом отправляют сейчас экипажи танков Т-34 По мишеням номер 12 Наводчик-оператор желтого танка Танка с желтым флагом истребитель Рядовой Максименко Николай Уроженец Калининграда Правнук младшего сержанта Владислава Петровича Арефьева Красноармейца-телефониста разведывательной батареи Награжденного медалью за двагу За бой на берегу реки Одер Ну что ж, вернемся на трассу конкурса Мы видим, что три экипажа Справляются с первой огневой задачей Поражают все мишени Итак, давайте посмотрим, кто же первым отправляется на продолжение трассы конкурса Танковый биатлон И это танк на второй огневой дорожке Друзья мои Кантемировец Кантемировец начинает движение по трассе Скоростному участку Переди глубокий поворот Преодоление препятствий И выход на второй огневой рубеж Ну что ж, давайте поаплодируем экипажу танка С флагом красного цвета Это старший сержант Алексей Подьянов 24 года Уроженец Перми Ну что ж, вперед Вперед, Кантемировец Друзья мои, поддержим все экипажи танков Продолжают ведение боевой стрельбы Экипаж танка на первой огневой дорожке Это танк с флагом зеленого цвета С надписью на башне Дмитрий Донской Итак, все экипажи танков Завершили фактически выполнение первой огневой задачи И продолжают движение Для выполнения второй задачи Боевая стрельба из пулемета Впереди препятствия брод Впереди препятствия курган Преодоление ограниченного прохода И противотанкового орва И все эти препятствия, друзья мои Преодолевают прекрасно и здорово Справляются с ними современные танки Ну а танки Т-34 Это танки действительно уже Серьезного возраста Всем боевым машинам Более 70 лет И благодаря представителям промышленности Танки были приведены достойной формы И сейчас демонстрируют свои ходовые и огневые возможности Итак, внимание Преодоление препятствия Брод Экипаж танка с красным флагом Кантемировец Хорошо Осторожно Нужно быть предельно внимательным Глубина брода 1 метр 20 сантиметров Ну что ж, нужно выбраться На пониженной передаче сейчас преодолевает препятствия Нельзя останавливаться Скатываться назад Только вперед Только вперед И к победе Продолжает Экипаж танка с флагом красного цвета Кантемировец Механик-возитель Младший сержант Владлен Никитин Итак, набирает хорошую скорость Друзья мои, напомню, что В танках Т-34 Установлены двигатели Мощностью 500 лошадиных сил Итак, ну что ж Экипажи внимательно И довольно-таки осторожно Не допуская заноса Танка проходит глубокий поворот И продолжает лидировать экипаж Танка Кантемировец Ну что ж, вернемся к броду Сейчас как раз-таки приближаются Все экипажи Следующие за нашим лидером К препятствию броду Будут его преодолевать Ну а лидер уже на препятствии Турган Еще одним важным преимуществом Была простая конструкция танка Т-34 Которая позволяла выпускать И в большом количестве И быстро обучать экипаж За годы войны Было выпущено более 60 тысяч Танков типа Т-34 Итак, на экранах танк-истребитель Танк с флагом желтого цвета И на БЗ Благодаря GPS-трекерам Установленных внутри боевых машин Мы можем с вами наблюдать В режиме реального времени Скорость танков на трассе Приближается лидер Этого заезда Контимируется К очередному препятствию Это ограниченный проход Хорошая скорость, друзья мои Нельзя задеть ни одного ограничительного столба Ну и след, след Посмотрите, какая баталья у нас разворачивается Экипаж танка Истребитель и освободитель Нос к носу Продолжает движение И вырвается в лидеры Освободитель, командир танка Старший сержант Евгений Фатеев Правнук Старшего сержанта Василия Андреевича Фатеева И Гавриила Митрофановича Попусина Механика-водителя танка Т-34 Участника освобождения Ленинграда Награжденного медалью За отвагу И вновь на экранах Истребитель Экипаж танка желтого цвета И посмотрите внимательно Действия экипажа Сейчас продолжает движение Все, безусловно, на пределе своих возможностей Как боевые машины Так и сами члены экипажа Итак, впереди препятствия Ограниченный проход Огромнейшее количество Ограничительных столбов Необходимо преодолеть Механикам-водителям Очень внимательно Осторожно Введя боевую машину Вперед К завершению первого круга Итак, справился С последним препятствием круга Контимировец Это был противотанковый ров Отсечка по времени 7 минут 59 секунд Друзья мои, поприветствуем Кроме аплодисментов Сейчас будет проноситься Мимо кургана славы Танк Т-34-85 Лидер этого заезда Контимировец Танк с флагом красного цвета Отсечка по времени 7 минут 59 секунд Механик-водитель Владлен Никитин И, внимание, непростое препятствие Колейный мост Нужно пройти его осторожно Нельзя ни в коем случае Сойти с колеи Итак, осторожно Осторожно Внимательно ведет Механик-водитель Свою боевую машину Поднимает белый флаг Полевой арбитр Не было допущено нарушений При преодолении данного препятствия И сейчас нужно уходить направо И продолжать движение Для ведения очередной Боевой стрельбы Выполнение очередной огневой задачи Ну что же, на экранах Танк с флагом желтого цвета Это истребитель Наводчик-оператор Экипажа истребителя Правнук Младшего сержанта Владислава Петровича Оревьева Красноармееца Телефониста Разведывательной батареи Прошел всю войну Уроженец Пензы Награжден медалью за отвагу Медалью за боевые заслуги Орденом Великой Отечественной войны Второй степени Итак, внимание Сейчас на экранах нам продемонстрирована Вся трасса конкурса Танковый биатлон В отличие от классического Танкового биатлона Экипажи Не проходят гребенку А сразу же после колейного моста Уходят на выполнение Второй огневой задачи Боевая стрельба Из пулемета Пулемет Дзик Серева Экипажам будет предложено По 30 боеприпасов Итак, промчался Дмитрий Донской Истребитель сейчас на экранах А также после преодоления препятствия Колейный мост Поворачивает На огневую дорожку И уходит вперед Акантемируясь, друзья мои Под ваши громкие логисты Продолжает лидировать В этом заезде И останавливается На рубеже Ведения огня Ну что ж, сейчас будет подготовка К ведению огня Из пулемета Дзик Серева Еще раз напомню 30 боеприпасов Пулемета Дзик Серева Будет предложено Стрельба будет вестись По мишени Номер 9 А уже ведется Мы видим Страхочет пулемет 30 боеприпасов Молодцы Положено много сил и усилий В подготовке данных экипажей На танках Т-34-85 Четвертой Танковой дивизии Первой танковой армии Западного военного округа Итак, танк с лагом Желтого цвета Истребитель будет вести Огонь по мишени номер 9 30 боеприпасов Закружено Стрельба будет вестись По мишени номер 9 Мишени стеклянные При попадании даже одной пули Мишень разбивается в дребезги И экипажу сразу же Можно будет отправляться Для дальнейшего преодоления Препятствий И финиширования Итак, ну что ж Пока Экипаж По всей видимости Прицеливается Ну что ж, еще раз вернемся С этим знаменитым танком Ну и конечно же Экипажем Времен Великой Отечественной войны Во время Великой Отечественной войны Появился танкист Настоящий аз Старший лейтенант Дмитрий Лавриненко Который за 2,5 месяца боев Принял участие В 28 схватках И уничтожил Вы только задумайте 52 танка противника Став самым результативным танкистом Есть цель поражена Друзья мои, ну что ж Истребитель справляется Можно продолжать Движение по трассе Отправляться к финишу Зеленый флаг Установлен на танке Дмитрий Тонской Есть также Цель поражена Разбивается в дребезге Мишень И можно отправляться По трассе конкурса Итак, на экранах Дмитрий Тонской Танк зеленого цвета Ведет в боевую машину Механик-водитель Эдуард Юлдашев Итак, ну что ж У экипажа с флагом Синего цвета Освободитель Сейчас начнет У главного Среди соревнований Было поражение Возможно, нам покажут Повторить Да, друзья, моя Мишень поражена Блестящая работа Экипажей Ну что ж Вновь я прошу Поаплодировать Поддержать танкистов Пусть они сейчас Не слышат Пусть может Наших аплодисментов Но тем не менее Я уверяю вас Они слышат Те эмоции Которые Вы им Дарите Итак, продолжает Движение по трассе Экипаж Дмитрия Донского Это экипаж Танка с флагом Зеленого цвета Наводчик-оператор Вел бы и устремой Рядовой Мехротш Курбонов 19 лет Уроженец Балашихи Увлекается Тяжелой атлетикой Тяжелой атлетикой Мечтает Поучаствовать В танковом Пиатлоне И стать его Чемпионом Ну что ж Все в своих руках Как говорится Друзья мои Кантемирует Очень близок к финишу Немного совсем остается Преодолел брод И впереди всего лишь Навсего Три препятствия Друзья мои Есть все шансы На победу Итак У Кантемировца 37 километров Сейчас Друзья мои Сейчас скорость Еще раз напомню GPS трекеры Установлены в каждом танке Препятствия Холл Сейчас преодолевает Экипаж Кантемировца Высота Кургана Холма 6 метров А длина его 60 Движение По Кургану Должно быть Без остановки Двигателя И скатывание Назад Ну что ж Все получилось Хорошо Здорово А вот и Дмитрий Донской Приближается Гроза Уже приблизился И будет его Преодолевать Напоминаю Глубина Грода 1 метр 20 сантиметров Ну что ж Осторожно Осторожно Нельзя допустить Остановки И скатывания Назад Экипажа Танка Точнее сказать Самой Боевой машины Но с легкостью Вы посмотрите Красавец Тель 24 85 Выбирается С Брода И вот как раз таки Экипаж Механик Водитель Ведет Свою машину К финишу Итак Продолжая движение На Экранах Танк Дмитрий Донской Танк с влагом Зеленого Зведа А Экипаж Кантимировца Подошел К противотанку Уру Итак Истребитель На препятствие В рот Хорошо заходит Нельзя останавливаться Обороты Обороты Сейчас командует Командир подразделения В радиоэфире И посмотрите Какую легкость Выскакивает На противоположный Берег Это была Освободитель И совсем немного Остается До финиша Ну что ж В это время Друзья мои Кантимировец Преодолевает Противотанковый Ров Это последнее Препятствие На трассе Конкурса Для экипажей Т-34 Продолжая движение Хорошо Хорошо Не останавливаться Включая передачу И вперед Вперед Друзья мои Контимировец Буквально Считанные Метры Остаются До финиша Давайте приветствовать Аплодисментами Лидера заезда И по всей видимости Уже можно смело сказать Победителя Заезда Экипажей танков Т-34 Командир танка Алексей Подьянов Механик-водитель Владлен Никитин Наводчик-оператор Сергей Федоров Заряжающий Дмитрий Сверидов Пулеметчик Радист Максим Лебедев Финиш Контимировец Финишировал И время 15 минут 53 секунды Друзья мои Сегодня Вместе с нами На полигоне Алабина Смотрят Заезды Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин И министр Обороны Российской Федерации Герой Российской Федерации Генерал Армии Сергей Кужегедович Шойгу Поддерживают Экипажи Огромного Аплодисментов Ну что же Действительно Низкий поклон Экипажам И командирам Подразделения Которые подготовили Своих Ребят Которые Продемонстрировали Нам действительно Уникальные Возможности Как самой Машины Так и Конечно же Экипажи Танков Да Друзья мои Не забывайте Что Экипажи Танков Это Потомки Ветеранов Великой Отечественной Войны Ну что же И вот Как раз Таки Один из них Наводчик Оператор Рядовой Сергей Федоров 28 лет Уроженец Лобния Прадед Сергей Михаил Панкрадич Филиппов Прошел Всю войну Участник Обороны За Москву Освобождал Кубань И Севастополь А в это время Экипаж Флагом Зеленого Цвета Финиширует В заезде Танкового Биатлона Для экипажа И танков Т-34-85 Время 17 минут И 5 секунд Ну что же Буквально Совсем Небольшое Вставание 1 минута 12 секунд Друзья мои Ваши Громкие Аплодисменты Т-34-85 Отличался Не только Более мощной Пушкой Но и усиленным Бронированием А также Дополнительными Топливными Баками Из-за всего Этого Танк Стал весить 32 тонны Однако Его скорость И маневренность Не изменились Легендарные Танки Т-34-85 Впервые На полигоне Алабина Демонстрирует Свои Хоновые Возможности Огневые Возможности Под управлением Экипажей Танков 4-й Танковой Дивизии 1-й танковой Армии Западного Военного Округа И так Финиширует Истребитель Друзья мои Третьим Приходит Экипаж С флагом Желтого Цвета Командир Танка Старший Лейтенант Сергей Громов Выпускник Омского Бронетанкового Инженерного Института Прошу прощения Друзья мои Синий Синий Экипаж Финишировал Синий Экипаж Финишировал И время 18 минут 13 секунд Ну что ж Отличное время Ну и уже Рядом Совсем рядом Буквально 100 метров Остается до финиша Экипажу Истребитель И так Все экипажи Танков Завершили Трассу Танкового Биатлона Подготовленную Специально Для танков Т-34-85 И ваши Громкие Аплодисменты Друзья мои Дорогие друзья Ну что ж На экранах Участники Заезда Танков Т-34 И мы видим Старшего Лейтенанта Антона Романова Экипаж Дмитрия Донского Выполняют Воинские Приветствия Ну а мы Аплодируем Низкий Полокон Вам Ребята Спасибо Огромное Память О подвиге Совершенных Нашими Предками Будет жить В наших Сердцах Вечно Дорогие друзья А сейчас Вы наблюдаете Как участники Всероссийского Движения Юнармия Надя Чеботарь Максим Белов И Максим Лисогур Подбегают К победителю Заезда Концимеровцу И передают Победителям И передают Дмитрию Донскому Штурмовой Флаг 150 Ордена Кутузова 2-й степени Идритской Стрелковой Дивизии Такой же Флаг Ставший Знаменем Победы Был Водружен 1 мая 1945 Года На крышу Здания Рейхстага В Берлине Военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом Михаилом Егоровым И Мелитоном Кантария Российским законодательством Установлено Что знамя Победы Является Официальным Символом Победы Советского Народа И его Вооруженных Сил Над фашистской Германией В Великой Отечественной Войне Государственная Реликвия России И находится На вечном Хранении Дорогие Друзья Основа Всего Чем мы Живем Чем живет Наша Страна Мир И свобода Щедро Подаренные Прославленным Поколением Нашим Третком Прошедшими По трудным Дорогам Самой Жесткой И кровопролитной Войны От Сталинграда До Берлинов Ее пламя Обожгло Каждую Семью Но Мужество Вера Единство Нашего Народа На фронте И в тылу Победили Темные силы Фашизма Освободив От них Нашу Родину Нам Потомкам Защитников Отечества Завещено Беречь Россию Трудиться Во благо Своего Народа С честью И гордостью Нести Через годы Знамя Великой Победы Редеют ряды Ветеранов Но их имена И подвиги Навсегда Останутся В нашей памяти Министерство Обороны Российской Федерации Поздравляет вас 75-й годовщиной Великой Победы И желает Мира Стабильности Уверенности В завтрашнем дне И мирного Неба Над головой Будьте Счастливы 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 Счастливы